Аромат здесь стоит такой, что даже через маску чувствуется запах свежеиспечённого хлеба. В цеху Иркутского завода новая линия по изготовлению сортов подовых изделий. Она может производить до 10 тонн хлеба в сутки. Оборудование – самая современная модернизация, позволяет облегчить процесс и ускорить его. В этой печи одновременно выпекают до 500 булок хлеба. Около пяти минут требует загрузка, ещё 30 в печи, и на фасовку выходят горячие, житный, народный, дарницкий, подовый и другие. До того, как сформированный хлеб попадает в печь, его загружают в климатическую установку. Программу в ней можно задать под любое изделие. Процесс полностью автоматизирован. Линия производит выпечку от 400 граммов до 2,5 килограммов. Тем самым завод планирует разнообразить и так широкий ассортимент выпускаемой продукции. Линия позволяет выпускать широкий ассортимент водовых хлебов и булочных изделий. Печи, как в старинной русской печи, имеют каменный пот, и поэтому хлеб получается особенно вкусный, с ароматной хрустящей корочкой. Мы надеемся, что наш хлеб обновлённый, ассортимент понравится жителям, и постепенно он будет увеличиваться. Сегодня оценить мощности новой технологической линии приехал губернатор Игорь Кобзев. Глава региона осмотрел цех, отметил, что компания даже в такой сложный период пандемии сумела нарастить объёмы производства и даже создать новые рабочие места для иркутян, что является приоритетной задачей. Также в планах у завода закупать муку у местных сельхозпредприятий. Сегодня производитель, производство либо булочных изделий, потребитель был в Иркутской области. Это снижение транспортных расходов, это себестоимость. Мы должны искать новые способы для того, что это ещё репутация, потому что жители будут знать, видеть, смотреть и контролировать. А спрос сегодня рождает предложение. Я уверен, что предприятие «Большое будущее» 85 лет – это не предел. Это богатая история. Сегодня все изделия с натуральными ингредиентами. Это очень точно важно, это конкурентоспособность. После осмотра торжественная часть Иркутскому хлебозаводу в этом году исполнилось 85 лет. Сотрудников глава региона поздравил лично, поблагодарил за труд и пожелал успешной дальнейшей работы.